Юные спортсмены побывали на мастер-классе звезд мирового масштаба. Чемпионы по самбо Никита и Дмитрий Калицковы приехали в Ульяновский дворец единоборств. Этим парням по 29 лет, но они уже заявили о себе на международных соревнованиях. Никита – обладатель Кубка мира по самбо, многократный чемпион российских и международных состязаний. С братом они всегда были вместе, никогда друг другу не завидовали и шли к своим целям. Поэтому и достигли таких успехов. Поэтому родители приняли решение, когда нам было 7 лет, отдать нас в секцию самбо и дзюдо. И вот с этого времени, уже 29 лет, мы неразрывно связаны с этим видом спорта, с нашим национальным. И, ну, конечно, когда говорят, и у меня есть результат, он достаточно высокий, Дмитрий тоже добился высоких результатов. Поэтому, когда говорят про Калицкова, не выделяют одного, допустим, Никита Калицкова, и давайте пригласим его. То есть мы все-таки позиционируем себя как братья. Мастер-классы братья Калицковы проводят регулярно во всех городах страны. Броски с одностороннего захвата, броски с разворотом, зацеп одноименной ногой. Вместе с детьми спортсмены отработали классические приемы и профессиональные тонкости. Стараются научить многому за непродолжительное время совместных занятий. Дмитрий и Никита понимают, насколько важно получить качественное образование. Еще в детстве в столице они ездили на другой конец города, на занятия с лучшими тренерами. И очень сложно в обычной спортшколе удержать спортсменов. Что-то надо такое искать, как училище. И родители долго искали и нашли школу «Самбо-70», где мы переехали туда в восьмом классе, в школу переехали. Мама нас возила по два часа в день. «Самбо» – достаточно эффективный вид спорта, который поможет постоять за себя в случае неприятного инцидента. Название расшифровывается как «самозащита» или «борьба без использования оружия». «Самбо» является не только действенным способом самообороны, но и духовной философией, которая воспитывает в человеке сильное тело и дух. В Ульяновской области этот вид спорта пользуется популярностью у молодежи. Всего в регионе насчитывается около 70 школ. Продолжение следует... Продолжение следует...